Всем привет! Меня зовут Гуля и я рада видеть вас у себя на канале о вязании спицами и крючком. И сегодня понедельник, 28 июня, и я начинаю снимать свой вязальный влог, где рассказываю о своем вязании, о кубках, готовых изделиях, новых процессах и обо всем, что связано с рукоделием и немножечко моей жизнью. И, как обычно, я начну с рассказа о том, что же у меня связано за субботу и воскресенье. Итак, во-первых, у меня есть готовая работа. Ну, я не могу сказать, что это готовая-готовая. Она закончена, тут уже все. Ну, посмотрите, да, это очень маленький такой кроп-топ. Связан он крючком номер 2. И, кстати, видите, пропажа моя. Там я рассказывала, что потерян мой крючок номер 2, кровер. Я купила его на той неделе только для того, чтобы потестить и понять, нужны ли мне именно эти крючки или можно обойтись подешевле. Вот. Но хочу сказать, что мне нравится этот крючок. И в пятницу он был утерян у бассейна, пока у меня дочь после школы там занималась, вправила. И я его там, он у меня между дощечками туда вот попал. И, естественно, там и остался. Я его в субботу там же и нашла. Я, на самом деле, сильно не переживала, потому что, ну, кому кроме меня он нужен, многие люди даже и не знают, что это такое, для чего вообще вот это все используется. Вот. Но все равно, знаете, так, отлегро от сердца. Вот. И кроп-топ. Здесь у меня почти, не почти, а тут 91 грамм, почти 100 грамм. Все без остатка. Вот этого оставшегося моточка, да. Это нацист. 100% мерсеризированный хрупок. Хотя вес изделия чуть больше, чем 91 грамм. Но, понятно, это пуговицы. Кстати, пуговицы изначально я хотела синие или фиолетовые какие-нибудь. Знаете, ближе вот именно уже туда к таким вот оттенкам. Но потом, вместе с мужем, он принимал активное участие в этом вопросе, я все-таки остановилась на беленьких пуговицах. И я впервые в жизни, вы представляете, сколько я вяжу, впервые в жизни я пришивала пуговицы. Он вам ничего вообще не видно. Вот. Той же ниточкой, что и все изделия связаны. Такой интересный опыт. На самом деле, мне очень-очень даже понравилось. Вот так вот. Я понимаю, что вещь, ну, скажем так, не для всех. Не все решатся это носить. Да, и если честно, я тоже не думаю, что, ну, понятно, что на работу я никак не надену, но даже за дочкой в школу сходить или отвезти ее, я думаю, я не решусь. Это может быть больше для пляжа, для какой-то вот такой жизни, когда меня никто не видит. Вот. А мне, кстати, знаете, как сидит. За счет вот этих вот убавок, прибавок на выпуклости моим, конечно, вообще сидит все супер, как и надо. Ну, то есть он в обтяжечку такой, да, не вот тебе тут все сжато, но и не висит. Никакого на свободное облегание нет. Вот. Моя готовая работа и уходит в работы в месяц. Так, следующее, что у меня. Следующее, у меня теперь тратя вяжется. Ну, я думаю, вы его уже видели, да, это мое тратя из баллуретного шелка. Вот он и вяжется, вяжется. Мне очень нравится, что на самом деле получается ИКС комфортно вязать. И я чувствую, что будет очень комфортно это все носить. У меня сейчас огромное количество лицевой гради будет. И поэтому я под это дело снимаю. У меня небольшое тут продвижение, немного вязала. Снимаю теги, так как у нас, мне кажется, я уже 10 тысяч раз об этом сказала, но через 4 недели в конце июля мы заканчиваем учиться. У нас начинаются 6-недельные каникулы. А значит, я и муж, мы тоже отдыхаем, так как мы оба в школе работаем. И, естественно, мы уже запланировали определенные мероприятия. Мы никуда вылететь, к сожалению, не сможем, потому что, ну, во-первых, у нас нет таких денег, чтобы, если в случае вдруг мы попадем в такую ситуацию, что нам придется жить в отеле 2 недели, там 1750 фунтов, 1750 фунтов с одного человека за 2 недели. Но мы не потянем никогда такую сумму. И поэтому, конечно же, мы решили, что для нас безопаснее всего никуда не ехать, тем более, если уж на то пошел, мы живем в замечательном месте. У нас тут и море, у нас и лес, и горы. У нас очень красиво, у нас есть куда сходить. Мы живем в таком месте, которое не густо заселено. То есть нам нельзя жарваться. И у нас все открыто для детей, какие-то себе развлечения. И мы собираемся вот тут вот по округе поехать. Надеемся, что вот это нам удастся, потому что все-таки у нас растут сучьи. И хотя и говорят, что это среди молодых, у которых еще нет прививок, потому что у нас в Англии вакцинирование идет по возрасту. То есть начинали там с самых-самых. И вот уже мы уже с мужем привитые, мы как бы не переживаем. Но поговаривают, что идет именно вот эти сучьи среди самых молодых. И подростков. Вот. Поэтому мы надеемся, что нас не закроют опять в нашем графстве, что мы сможем уехать куда-то за пределы. Вот. И к чему я вообще все это веду? А к тому, что мы уже запланировали, у нас уже куплены билеты на один меню. У нас мы воскресенье заканчиваем. У нас в воскресенье уже приезжает брат моего мужа. Мы уже в воскресенье, то есть в пятницу вечером приезжает. В воскресенье утром мы уже уезжаем вместе все. Вот. Потом уже там возвращаемся домой. И буквально через несколько дней опять уезжаем на неделю. Потом приезжаем, потом опять уезжаем. То есть вот как-то вот мы будем постоянно в движении. Я не думаю, что я смогу вязать. Пускай даже если снять проблем не будет в видео, но повязать мне даже нечего будет показать, потому что я не думаю, что я буду вязать это все время. Вот. И поэтому я хочу наснимать каких-то, знаете, видео тегов, где я отвечаю на вопросы. Как раз таки у меня есть новые подписчики. Им будет повод познакомиться со мной. Да, ну и да и вообще, чтобы вы не забывали о моем существовании, что я все-таки есть. Да, ну вот ожидается такое вот у меня время. На самом деле я жду не дождусь. Вот. Хочется куда-нибудь съездить. Итак, все. И вот. И поэтому я вот этот пытатель лицевой уграть как раз таки вижу в разговорах в этих вот, в этих видео. Вот так вот. Ну, вяжется. Вяжу. Я думаю, я к концу следующей недели его уже, не получается, этой недели закончу. Ну, если постараться, то я точно закончу. Если я не начну сейчас, как ненормально, там начинать кручу 10-20 процессов, то точно закончу. Так. И также у меня начат процесс, естественно, крючком, потому что у меня один крючком ушел. Это юбка. Я изначально помню, что я хотела связать вот эту вот кофту, да, из мотивов. Такую вот брузу. Но я понимаю, что ее-то я смогу носить и осенью. Начну вязать осенью, смогу носить осенью. Потом и зимой не проблема. А вот с этой юбкой, ну, как бы, нет. Знаете, что на видео она смотрится намного, не знаю, эффектнее, чем в жизни. Красиво, конечно, так смотрится. А вот смотришь вот так и не понимаешь вообще, что у тебя тут происходит. Ты правильно вяжешь, неправильно. В каком направлении ты вообще двигаешься. Ну вот. Она такая, не будет сильно длинненькая, да. Ну, как за колен почти. Может быть, даже и ниже. Ну, посмотрим. И вяжу, естественно, я сразу с резинкой. У меня тут столбики с накидом за заднюю стенку. Ну, естественно, я сюда буду вставлять потом нить. Нить-резинка, она так называется. Если нет, то поправьте мне, пожалуйста. Ну, вот так вот это выглядит. Очень мне нравится. Тут у меня, опять же, 100% немерсеризированный хлопок. Такого он. Кстати, по-моему, даже передается так, как он есть на самом деле. В три ниточки я вяжу очень-очень тонкий хлопок. И у меня, опять же, крючок номер два. Я его использовать буду, ну, тестить так, тестить. И, кстати, вчера вечером, ну, в общем, вчера или в субботу, я заказала себе крючок Prime Prime номер три под один процесс. Тоже летний, крючком, естественно. Сегодня мне уже написали, что его отправили. Так что я надеюсь, что завтра, послезавтра он придет. И, возможно, я тоже буду его тестить и сравнивать, что мне ближе, что я хочу больше. Вот, и все, пока у меня больше никаких начатых процессов нет. Все продвижения я вам показала. Но у меня появилась, знаете, какая-то идея фикс. Я хочу не связать, а хочу связать сумку из рафии. У меня есть рафия, да, у меня есть вот такой вот тут большой. Тут 270 грамм. Такой фиолетовый, темный цвет. Можно связать, конечно, шляпку, но мне вполне хватает одной моей. И шляпки, но зачем мне их там, не знаю, 10 штук. Вот. Я, кстати, удовольна этой летней шляпкой. Действительно то, что мне нужно. И дочка у меня с удовольствием носит. И еще у меня есть вот такой маленький молочный цвет. И чуть побольше вот такой вот зеленый. Кстати, мне кажется, что вот этот белый и молочный, и зеленый смотрится хорошо. В общем, ближе к делу. Я сейчас в инстаграм часто вижу вот эти сумки из рафии, и большие, и маленькие. И вот не знаю, как-то хочется мне что-то куда-то пустить, связать какую-то сумочку, но я не понимаю ее, насколько я буду ее носить, насколько она мне действительно нужна. Понимаете, этот процесс. И также у меня есть тут два таких вот стареньких уже пакетика. Это хлопок, наверное. У нас все, у нас есть и большие, и средние, и маленькие. Мы не покупаем вот эти пакеты, которые в магазинах. У нас вот такие вот тряпичные сумки. Мы с ними ходим только с ними в магазин. Вот. И у меня вот есть такая вот уже замызленная довольно сумочка. И ее, по идее, бы уже выкинуть. Ну, вы понимаете, да, что выкинуть этот как-то, как-то пригодится. Не знаю. И у меня идея появилась. А может быть, мне стоит ее обрезать. Знаете, как вот использовать. Я вам сейчас кое-что покажу. Итак, есть у меня одна сумка тоже из рафии. Она не вязаная. Мне ее привезли, друзья, с маврики. Я давным-давно, и я ее очень много и активно ношу. Вот. Если посмотреть, да, это обыкновенная. Да что такое? Вот это обыкновенная такая рафия. Здесь и кружочки тоже. Видите, все связано из рафии. И если приглядеться, то тут обыкновенные, я не знаю, вот он видно, да, обыкновенные столбики без накида. То есть вот тут, видите, дно такое связано. Вот такое вот дно. По спирали видно, да, что нет никакого места соединения стыка, что все это по спирали. И потом, на самом деле, элементарно. Тут даже думать нечего. Можно вот такое. И вот такие кружочки. И самое интересное, что мне здесь нравится, смотрите, как это все закрывается. Ну, я, кстати, думаю, что, возможно, это как раз таки и есть хандмейст. То есть они там сидят и туристам продают вот эти вот сумки. Хотя, вот эта фирма, она одна, ну, такая хорошая фирма. Не знаю, не буду утверждать, не знаю, с чего это, кто это сделал. Машинка или белки. И смотрите, как тут все легко, да. Вот это все вшито. Вот такая вот, опять же, обыкновенная цепочка из воздушных петель. И вот такая, вот так вот она закрывается. То есть надеваешь, все, и она закрыта у тебя. Вот. И обыкновенные, смотрите, ремешки кожаные. У меня как раз таки есть, я вот думаю, два таких тонких ремешка. Обыкновенные, да, но я их уже не ношу, потому что они тонкие. И вот если их, например, использовать, да, вот сюда. И они, дырки в них вот так вот сделать, и по этим дыркам той же рафии пройтись. По сути, если так подумать, то ничего вообще сложного здесь нет. Сама идея довольно легко выполнимая. И хочу сказать, что она у меня уже давно, вот эта сумка. И я ей активно пользуюсь, как начинается лето. Она везде со мной и на пляж, особенно на пляж. В ней очень, знаете, удобно, что песок в ней не остается. Ты пока вот встаешь, идешь в пляжи, да, он уже весь отсюда высыпается, потому что, ну, вот тут вот. Хотя, кажется, у вас на видео кажется, что очень плотно, но не так. Тут есть такие, знаете, просветы, прям, ну, как вот в вязании крючком. Вот, и он весь высыпается, и при этом ничего у меня, даже тут и крючок, я так вот бывает, закидываю вместе с вязанием, и никто никуда не убегает. Конечно, единственное, что крючок может вот вылезти, да, что тоже опасно, но как бы не возникало, если честно, таких ситуаций. Вот. Сумка большая, объемная. И если сравнить вот с этим, вот с этой вот сумкой, да, я вам сейчас, чтобы было нагляднее, да, вот. Хотя нет, она такая же почти большая. А, я была уверена, что она, просто я думала, что вот этот размер, он не туда, не сюда, вроде бы никак не маленькая сумочка, и небольшая будет сумка. А сейчас, вот смотрите, вот как полезно иногда, да, снимать видео. Большую такую сумку сделать, не знаю. А можно и без этого. В общем, хочу какую-нибудь себе сумочку из Афи связать. Не могу, и все. И есть идея, конечно же, вот эти вот два. Соединить цвета и связать совсем маленькую. Но вот опять, а куда? Что я туда могу прожить, если так подумать? Если вот такая большая сумка, я буду пользоваться 100%, особенно вот летом, с ней очень удобно, очень удобно, особенно если у вас есть, знаете, маленькие дети, и вам нужно много всего. Вы там выезжаете куда-то на тот же пляж, куда-то в сад погулять, да, на площадку, может быть, выйти, и вам вот нужно все, там, воду покушать, я не знаю, книги, карандаши прорисовать, и все, что угодно, в принципе, да. Да, я думаю, у кого есть дети, знает, как это бывает, все нужно. Вот, и такая сумка мне очень даже нужна. И почему вообще я задумалась, у меня, если вы тут посмотрите, да, она немножко уже, ну, точнее, тут можно и подчинить как-то, но я ее в любом случае подчиню, это естественно, она мне очень нравится, но можно же связать две и время от времени, и, знаете, менять, тогда они прослужат еще дольше. Вот, в общем, буду думать, и, может быть, что-то из этого начну. Единственное, наверное, что меня до сих пор останавливает, то, что ввязается очень сложно из-за опии, руки устают сильно. Все, на сегодня, на понедельник пока все, увидимся с вами в новых подключениях, пока-пока. Ну что, на привет еще раз, это мое следующее уже подключение, и сегодня пятница. И есть две причины, почему же меня почти неделю я ничего не снимала именно для вяза в рога. Во-первых, я снимала видео теги, а, кстати, огромное количество тегов на YouTube можно снимать, но еще, я не знаю, очень-очень долго. Ах, и вот я все-таки решила, не хочу надолго потом пропадать, и буду потихоньку эти теги выкладывать, ну, чтобы хотя бы какая-то активность небольшая была на канале, чтобы вы совсем обо мне не забывали. И вторая причина, по факту, у меня нечего вам показать. Ну вот, у меня, извините, вяжется мое, кстати, из буретного шелка. Я вообще хочу его на этих выходных все-таки в субботу и воскресенье закончить, потому что я все теги отценила, ну, достаточное количество, хватит их мне для следующих, для августа месяца, по сути. Вот, сейчас я вам покажу как-нибудь. Маленькие спицы очень тяжело показывать. Вот, смотрите. Вот. На самом деле мне безумно нравится, что получается тактильно. Это такая нежнятина. Это так приятно. Ну и, конечно, вот, ну, вяжете. Мне еще вязать, вязать я еще даже не искала никаких жирных узоров вот для этого платья, потому что нужно что-то подыскать. Хочу, чтобы все было красиво, чтобы все сочеталось именно вот с этим. Хотя я думаю, может быть, эти же и пустить понизу. Как вы думаете, что, что будет, если я пущу тот же самый узор и понизу претя? Вот, подумаю. Следующий мой проект это крючок. И вот тут я столкнулась с проблемой. Мне нравится, что получается. Так выглядит, как на висках. Но нет, на самом деле не очень нравится, что получается, но красота. Тут у меня, знаете, проблема какая? Очень тяжело вяжется. Опять это филейка. Ну, я так понимаю, что это филейка. Я не очень опытна, да, поэтому, если вдруг я что-то неправильно вам рассказываю, то обязательно меня поправьте. Я в этом плане абсолютно адекватно воспринимаю любую информацию. Вот. Смотрите, как красиво. Вот как интересно. Сейчас почему-то, вот именно в данный момент, из-за того количества света, которое идет из окна. Извините, у меня просто окна открыты. Если я не открою окно, будет духотище. Буквально там, ну не знаю, за пять минут уже нечем будет дышать. Вот. И цвет, цвет, он у вас такой насыщенный, какой-то зеленый. У вас он сли... Он зеленый, а у вас он какой-то изумрудный, что ли, мне кажется, больше. Ну, по крайней мере, у меня, я вот сейчас смотрю, мне так показывают. Вот, то, что получается. И очень тяжело вязать. Любая ошибка в филейном вязании, ее же видно сразу. И приходится перевязывать. Еще тяжело вязать тем, что я не могу с собой-то взять. Я не могу, потому что сейчас мы на улицу не ходим почти. У нас есть в школе открытый бассейн. И, естественно, теперь каждый день после школы мы идем в этот бассейн. И там больше часа. И мне нужно следить и за ней, за Лизой в воде, и вот за этим. И очень тяжело. Я реально, знаете, устаю от такого... Такой сосредоточенности. Ну, вот, действительно, у меня вот даже вот здесь начинает болеть. И, конечно, мне с собой брать как-то не очень. И еще, я там, знаете, раскрадываюсь вот так на рамочке. У меня тут листочек вот. Вот, видите, схемой. Такая вот линейка специально прозрачная. Да, я ступлю, потому что, ну, невозможно, я теряюсь, если я все, потом мне нужно какое-то время, чтобы понять, где же я вообще остановилась. Поэтому я вот немножечко, знаете, краду именно прозрачную для того, чтобы следить и за предыдущим рядом, чтобы его тоже было видно, чтобы понимать, правильно я вижу или нет. И, в общем, как-то очень-очень собой неудобно брать. И у меня получается теперь два проекта, которые нужно вязать дома. И это осложняет ситуацию. И плюс, ну, видно, да, что юбка вообще прозрачная. И я хочу найти специальный такой подъюбник бежевый, обыкновенный прямой, без каких-либо, без всего. И очень тяжко найти нужный подъюбник. Он, я даже не знаю, что с этим делать. Во-первых, потому что кружева, зачем, зачем они суют эти кружева во все юбки? Ну, они не нужны уже никому. Мне нужен простой подъюбник. И они какие-то все слишком светлые. А я сама по себе, ну, я думаю, на ветер не может не так видно, но вообще я смугленькая сама по себе, в принципе. А летом я даже в тенечке загораю. То есть я могу сидеть под солнцем, обмазавшись кремом SPF 50, и я все равно буду загорать. У меня вот такая вот кожа, да. И мне на лето, конечно, хочется что-то потемнее, чуть темнее, чем натуральный бежевый. Да. У меня пряжи будет много. Я не смогу извязать всю пряжу вот в эту юбку. То есть хотела вязать, пока не закончится нитка. Но нет. Все-таки немножко останется, потому что келейное, келейное вязание, оно, мне кажется, берет меньше, чем просто вязание. Вот. Но мне нравится, что получается. Даже, знаете, не терпится, хочется вот что-то повязать. И вообще такая неделя сейчас, вот конец года учебного, начало просто месяца, и как-то все на одно накладывается. И хочется какого-то, знаете, тупенького процесса, когда не нужно сильно думать, не нужно считать, не нужно следить за схемой так внимательно. И, конечно, я по этому поводу страдаю, не знаю, что начать. Вот. И для себя, кстати, давайте, наверное, по порядку. Мой крючок пришел. Вот. Это праймовский. Да? 3 миллиметра. 16. Длина. 16. Знаете, здесь на русском написано. На русском написано один крючок для вязания и полированный крючок, легко входящий, ввязаный по дну. Но я, если честно, не могу сказать, что легко входит. Но, в принципе, неплохо. Все-таки это не металлическая, да, головка, ну, посмотреть. Я, на самом деле, влюблена вот в этот крючок. Мне нравится ручка, мое лицо. Вот, ну, кстати, на нем, по-моему, даже не написано, а, нет, написано. Вот здесь все написано, что это троечка. Ну, то есть, я имею в виду на тот случай вдох, если ты, ну, давай, забудешь какой-то крючок. Ну, в общем, тут написано 3 миллиметра. Вот, и что хочу сказать. Если вы так же, как и я, держите крючок вот так вот, как крючок, то он вам вообще не подойдет, потому что он очень тяжелый и очень устают пальцы. Если вы крючок держите вот так вот, ну, или как его там нужно, вот так вот, вот так, для этого ему держать. И я, представляете, ради этого крючка настолько мне он нравится, не знаю почему, я сейчас вот вяжу, вот, учусь вязать именно так. И знаете, очень-очень вот именно так держать очень удобно. Вот, советую, если вы вдруг вяжете, ну, я думаю, наверное, большинство людей все-таки держит крючок именно вот так, то я очень советую, действительно, вот эта ручка очень удобно. И даже для моей руки, у меня рука маленькая, она все равно удобно в руке скользит. И вот я вяжу вот этим крючком. Пока мне особо показать нечего, я вчера, это вечером, вот, пока ребенок был в бассейне, я это повязала в бассейне. Вот. Ну, то есть это вот так вот будет. Я вам покажу обязательно сейчас фотографию, чтобы вы понимали, да, что, куда, то есть сюда потом все это ставится. Будет вот такой вот у меня топ. Это стопроцентный немерсерозированный хлопок, обыкновенно беленький. Тут у меня вот две ниточки. Вот такой вот легенький совсем, я не знаю, квадрат. Можно это назвать бабушкиным квадратом или это просто мотив, не знаю. Вот. Кто поопытнее вязание с крючком, расскажите мне. Вот так вот. Тоже сегодня возьму, буду вязать, пока ребенок будет плескаться в воде у нас, потому что повысилась наконец температура, поднялась. И, естественно, дети там из бассейна не хотят. Это огромнейшее счастье, что у нас есть такая возможность детям купаться в бассейне. Вот. И что я, кстати, хотела сказать по поводу крючка. Вот туда пришел крючок упакованный, все хорошо. Я специально накидывала, хотела вам показать, какая упаковка красивая. И вот мне пришла такая карточка от этого магазина. И вот тут, вот. И тут вот эта владелец этого магазина, она благодарит меня за покупку. Рассказывает, что она маленький бизнес, что она пытается предоставлять хорошие услуги, все остальное. И просит там, ну, рассказывать немножко о своей жизни совсем-совсем-совсем немножко. И там, у нее тут четверо детей. И она вот просит оставить хороший отзыв для нее. И я очень-очень люблю вот такие вот штучки. Знаете, это такое приятное. Понятное дело, что назвать это сильно персонализированным нельзя, но все равно приятно. Вот такие вот мелочи получать. Люблю я вот такие вещи. Вот. И как вы видите, все, по вязанию это больше нечего показать. То есть, таких два процесса очень медленных, очень длительных, очень тяжеленьких. И, в общем-то, я еще, знаете, в поисках. В поисках того, чтобы повязать. И тут я, просматривая одно видео с стилиста, она была в магазине. Знаете, как делают вот обзор магазина. Она приходит и рассказывает, это вот стоит покупать, это не стоит покупать. И я люблю смотреть именно для того, чтобы вдохновиться. Очень часто показывают, особенно сейчас у нас в масс-маркете, вы сами знаете, засилье. Так и хочется сказать засилье. Но очень много, большой выбор вязанных крючковых вещей. Кстати, что интересно, я потом... В общем, давайте все по порядку. Я смотрю это видео, она там показывает один комплект. Это Пурн Бир магазин. Он тоже такой, типа, он из Традивариуса, Бешка. Вот, ну, что-то из, по-моему, из той же серии. Ну, на самом деле, не сильно дорогой магазин. Я так понимаю, что это как бы мрач и брат Зары. Вот. И она там показывает этот комплект. Он видно сразу, что связан крючком. Я иду на сайт их и захожу, смотрю. И, знаете, что самое интересное, они называют любое ажона поротно связанное крючком. Хотя, когда ты нажимаешь на картинку, рассматриваешь, ты понимаешь, что нет, это крючком ты такого не свяжешь. Это только именно спицами. Все-таки, ну, с моего опыта я хочу сказать, что отличать вязание крючком и отличается вязание спицами. И нельзя связать некоторые жоры спицами, зато можно связать крючком. И то же самое, наоборот, нельзя связать, и больше даже, да, всего можно связать спицами, и крючком это ты никак не свяжешь. И вот я, Заша, комплект сейчас вам показываю. Увидела, мне очень-очень сильно понравился этот комплект. Я хочу связать, думаю сейчас, об этом хочу связать Лизе, дочке своей. На самом деле, у меня, знаете, в голове почему-то красно-белое сочетание. Там простейшая схема. Вообще, даже в интернете легко можно найти. Да, и вот просто посмотрев, можно понять на эту картинку, что там за узор. В общем, думаю, вот еще и это хочу. То есть, меня в последнее время очень сильно тянет на крючок. Там вот хочу вязать крючком. Спицы что-то вот пока никак не идут у меня в вылки. Вот. И, кстати, у них там я еще ношу несколько моделей. Я надеюсь, я сделала скриншот и вам покажу. Мало ли вам что-то тоже понравится. Знаете, как вдохновение, почему бы нет. Зайдете на их сайт, тоже посмотрите, вдохновитесь, чем-то будете вязать. Вот. Я очень думаю, может быть, я начну на следующей неделе. Ну, потому что тут уже, представляете, сегодня 2 июля. Юля. Не июня, а июля уже все. Тут раз-два и лето закончится. У нас еще каникулы не начались. Вот. Да, неделя такая немножко спонтанная. Все очень быстро, все много всего происходит, потому что опять конец года. Мы пытаемся впихнуть, извините меня, не впихуемое. В короткое время. Еще вот завтра у меня тоже ожидается, наверное, такой насыщенный день, потому что мне нужно поехать в Тики и Макс. И мне нужно купить подарки на учителям на конец года. Еще мужу нужно купить кое-что. Он там попросил двум... А вот эти двум кому? Одну точно женщина, а вторую кто? Не знаю. Надо будет. Надо уточнить. В общем, он тоже попросил купить два подарка. То есть буду завтра этим заниматься. Буду завтра опять искать юбку. Еще... Ну, в общем, вот как обычно. Вот эти вот мелкие дела, которые занимают кучу времени. В то же время очень хочется вязать. И, честно, не сильно напрягаться. Кстати, полегче процессы. Полегче. Не можно мне какие-то процессы? Не знаю, как-то это... Не очень... Видимо, из-за того, что температура повышается, нос начинает травиться. И, вот видите, даже моя прическа у меня сегодня такая... Извиняюсь очень сильно, но... Все-таки для того, чтобы себя чувствовать комфортно, я убрала волосы наверх, потому что, ну, так было бы вообще очень жарко. Хотя я не жалуюсь. Я обожаю. Обожаю солнце. Обожаю, когда очень-очень на улице жарко. Когда ты домой приходишь, у тебя одно жирание, налить тебе водички перед дом. Вот я очень такое люблю. Вот. Все. И все. Больше мне вам показать нечего рассказать. Тоже нечего. Буду я вот эти три процесса теперь повязывать. Да. Вот. И буду искать что-нибудь, знаете, такое полегче повязать, не сильно заморачиваясь. Кстати, по поводу топика есть у меня идея, конечно. Я хочу связаться именно, знаете, сверху. Сначала одну половинку, вот такую вот, потом вторую половинку. Но вот я вчера думала, какой ширины вот здесь вот сделать, да, откуда начинать, ну, конечно, вот этот процесс, вот. Не знаю, насколько широко должно быть. Надо, наверное, просто попробовать, посмотреть. Вот. И шорты. Я, конечно же, не буду вот эти обыкновенные столбики, там у них, если посмотреть, там шортики, прям видно сразу, что это обыкновенные столбики. Но я хочу связать резинку, а потом в эту резинку опять же нитку вставить. Но я еще не уверена, не решила, но это на 100% буду ли я это вязать. Вот. Все. На самом деле все. Больше мне вам сказать нечего. Я пойду уже, мне надо бежать за ребенком в школу, забирать ее оттуда. И пойдем с ней в бассейн опять. Буду вязать свой топ. Мне кажется, кстати, если постараться, то топ можно очень даже быстренько довязать, потому что, смотрите, мотивы огромнейшие. А вот и тут, кстати, не так много кончиков остается. Если особенно убирать, сразу все. Вот это я оставлю, это потому что у меня здесь будет потом еще обязка для верха, и я его просто ввяжу. А так буду сразу кончик убирать. Все. Я побежала. Вам удачных выходных, удачного дня. В том, когда вы будете это смотреть. Я вам желаю всего самого лучшего. Вам теплого, солнечного лета. Наслаждайтесь. Ешьте побольше ягод, овощей, фруктов. И радуйтесь жизни. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok